Еще несколько лет назад муфти Карачао-Черкесии Исмаил Хаджибердиев издал фетву, предписание, запрещающее организацию дорогостоящих поминок. В ней сказано, что при проведении похоронных и поминальных обрядов раздача кульков, подарков запричена, как и раздача одежды покойного. Нарушение порядка, описанного в фетве, является большим грехом перед Всевышним и недопустимо для добропорядочного мусульманина. Но однако, несмотря на эти запреты, подчеркнул Исмаил Хаджибердиев, похороны и поминки, многие по-прежнему превращают соревнования в богатстве или в ярмарку тщеславия. Эти обычаи придуманы людьми, но не прописаны в исламе. Религия не призывает к расточительству, вновь напомнил духовный лидер. Муфтиад при этом не против раздачи милостыни. Согласно исламу, в качестве нее человек должен отдавать только то, что является для него излишком. Там же пошло такое, что не хвалится. Вот тот 100 пакетов сделал, а я 200. Другой выходит, я 300 пакетов сделаю. Тогда у пророка Алейх Санат-Уссалам спросили, из чего надо давать садапа? Пророк Алейх Санат-Уссалам сказал, от того, что у тебя есть лишние. А вот то, что сейчас делается, это не то, что лишнее. Идут, берут взаим и вот этим делают. Сегодня в поминальные пакеты кладут значительный набор продуктов. И год от года этот список пополняется. Стоимость одного такого набора порой уже варьируется от одной до нескольких тысяч рублей, говорили выступающие. Многие понимают абсурдность таких непомерных трат, но мало кто решается отказаться от укоренившихся с годами традиций, боясь общественного порицания. И даже в тех случаях, когда семья не может осилить расходы, она идет, можно сказать, на крайние меры. Люди нередко берут кредиты в банках или же продают имущество. А кому это надо? Вот это вот соревнование в этом. Это же все, когда ты берешь, идешь в банки кредит, потом не можешь за это расплатиться. Это к шариату не имеет никакого отношения. От этого сала, сапа, ничего не будет, кроме греха. Исмаил Хаджибердиев запретил имамам проводить обряды в тех домах, где не соблюдаются правила, прописанные в фетве. Муфти также напомнил, что религиозные деятели, которые ослушаются его слова, будут отстранены от должности. Просьба моя ко всем к вам. Выйдет кто-нибудь, который не будет слушать ни того, ни этого, тогда, конечно, пускай он делает, что хочет сам по себе. Если он, этот имам, с этого села туда не придет, другой имам придет, туда сделает, этого имама тоже мы накажем. Если он, зная, это сделает. Присутствовавшие говорили, что и самих имамов нередко обманывают. Раздают пакеты с набором продуктов уже после завершения поминок или после ухода Ефенди. Имам не может зайти в дом, естественно, ни по мужски, ни по традициям, ни по совести. Не должен осматривать помещения, подвальные и так далее, сделали или не сделали. Он доверяет тому, что говорит ему старший в этом доме, в этой семье. И, к сожалению, происходит так, что говорят неправду. И вы все знаете, что пакеты раздают и до поминок, и после поминок. Некоторые представители членов Совета старейшин Абазинского народа предложили полностью не отменять раздачу продуктовых наборов. Они считают, достаточным сделать несколько десятков пакетов и отправлять их в те семьи, которые действительно испытывают нужду и считаются малоимущими. Никто не говорит о запрете делать поминки. Поминки надо делать, надо раздавать, раздавать надо бедным. Впрочем, в Ногайском районе еще лет 10 назад удалось переломить ситуацию. В этом существенную роль сыграла принципиальная позиция имама района. Им были проведены встречи с населением, на которых он объявил о запрете муфтия. На сегодняшний день у нас в районе, даже когда слышат, что где-то делают кульки, как-то странно становится. Как бы запретили же, не делается же. И я тоже хотел бы обратиться к вам. Это первые дни, когда проводятся первые такие мероприятия, кажется, что-то не делается. Это через полгода уже будет забыто и будут все благодарить. Работа в данном направлении будет продолжаться. Правила проведения похорон напоминальных обрядов священнослужители будут разъяснять во время своих проповедей в мечетях. Кроме того, на религиозные деятели заручились поддержкой старейшин и глав сельских поселений. Впрочем, удастся ли муфтияту республики переломить ситуацию такими кардинальными мерами, покажет время. Фатима Куршева, Михаил Каракеля. Итоги недели.